Всем привет моим подписчикам и подписчикам! Сегодня я делаю макияж с палеточкой от Vivienne Sabo. Это палетка номер 63. Вот такие вот четыре оттенка. Я их все использовала. Вот такой вот макияжик у нас. Зеленовато-оранжевый что ли. Но вот оранжевый здесь не очень сильно пигментированный, но я постаралась как-то усилить этот цвет. В общем, макияж достаточно дневной, на мой взгляд. Не яркий, не броский. Так что, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Ну, в общем-то, как обычно, один глаз у меня уже готов. Сейчас я буду делать второй. На лице я сегодня использовала тональную основу от Clinique. У меня это ванила, пятый номер. Под глазами консилер-корректор от Bobby Brown. Ну и бронзатор, реалевский мой вот этот вот. Четвертый номер. Ну, собственно, и все. Теперь приступим. Вот такая вот палеточка Vivienne Sabo. Вот она. Сегодня я буду делать макияж только с этой палеткой. То есть я буду использовать все вот эти вот четыре оттеночка из палетки. И начну я с самого светлого. Ну, он не такой уж и светлый, в принципе, оттенок. Но вот с этого я начну оттенка. Возьму какую-нибудь писть небольшую и буду наносить этот оттенок в уголочек глаза и под бровь. Начну я с брови. Теперь в уголок. И чуть-чуть сюда вот повыше я поднимаю еще. И вот сюда на низ немного. Да, забыла сказать, что основу под тени я сегодня использовала от Бобби Браун. Какой-то у меня номер. Навага, что ли? Да. Навага 18. Это кремовая основа. Так. Далее я беру оттенок вот этот вот оранжевого такого немного цвета. Потом зеленый и темно-коричневый. Так. Набираем оранжевые тени. Пигментированные, но я бы сказала, не очень. Такие прям хорошие тени. Ну, в принципе, для дневного макияжа, собственно, то, что я сейчас и делаю, да. Легенький дневной макияж, в принципе, достаточно неплохие. Но они прям ах, какие хорошие. Ну, пользоваться можно. И наносим этот оранжевый оттенок на подвижное веко. Плюс их в том, что они не сыпятся. Совершенно у меня они не сыпятся. И наносим их немножко на низ, по серединке. Так. Далее я беру зеленый оттенок из палеточки. Наносить я его буду спонжиком, который прилагался. Вот сюда уже в уголочек. Немножко к серединке. Потом я между собой эти оттенки зеленый и оранжевый немножко растушую, чтобы у нас не было такой четкой границы. Зеленый оттенок я нанесла немножко на нижний, на внешний уголок. Вот здесь вот. Совсем немножко. Вот. И теперь мы растушевываем вот эту вот границу. Оранжево-зеленую. Таким вот способом. Ну вот. Я возьму растушевочную кисть от Мак. Буду набирать коричневый оттенок. И наношу его вот сюда в самый уголочек. И под... Ой, и в складку. Немножко так растушевываю. Далеко сюда, на внутренний уголок, я ее не завожу. И вот сюда на низ немного. Ну, в общем, это все хорошенько растушевываем. Я беру карандаш такой зеленовато-болотный от Буржуа. Да, от Буржуа. И буду наносить его на водную линию, на нижнее веко. И немного вдоль роста ресничек. То есть, и чуть-чуть еще под реснички уходим. Теперь я буду использовать зеленую подводку свою от Мак. Она вот такой вот кистью идет. И я ее буду наносить на верхнее веко вдоль роста ресниц. Начиная от внешнего уголка и до середины глаза. Прям такой тоненькой-тоненькой линии вдоль только роста ресниц. Стрелку никакую я не вырисовываю. То есть, я вот до сюда довела линию. И все. Так волосы мешаются. И вот до середины глаза где-то. То есть, я чуть-чуть только подчеркнула линию роста ресниц. И все. Далее я буду использовать черную подводку от Мак. Все падает. Черную гелевую подводку. И, как обычно, скошенную кисть я беру. Вроде как я уже более-менее приноровилась ей пользоваться. И буду наносить от внешнего теперь уголка, ой, от внутреннего уголка до середины глаза. Также тонкой линией по росту ресниц. Ну вот, что у нас получилось. Такая вот тоненькая-тоненькая совсем подводочка. Практически такая незаметная. Прям вдоль роста ресничек. Вот. Так. Подводку убираю. Теперь нам, собственно, осталось что? Накрасить только ресницы. Я опять буду использовать миллион ресничек. У меня экстра блэк. Черная. Так, нижние реснички я тоже накрасила. Теперь румяна буду использовать лореалевские. 240-й у меня номер. Такие темные бронзовые. Немножко с розовинкой. Немножко на лоб нанесу. Так. Ну вот, румяна я нанесла. А теперь с губами. Что я буду делать? Я, наверное, возьму свою палетку. Ланкомовскую. Ланком. Вот такую вот палетку. И буду использовать вот этот вот верхний оттенок. Он такой розоватый немного. Но не очень яркий. Буду наносить кистью, которая входила в комплект. Ну, в губах у меня уже есть блеск, конечно. Ой, не блеск, а... Господи, геническая помада. Ну, вот и все. Больше я ничего на губы наносить не буду. Никакой блеск. Ничего. Простой, на мой взгляд, быстрый макияж с использованием одной палетки. Больше нам ничего не понадобилось. Да, ну, мы не считаем там румяна. Туда-сюда. В общем-то, что могу сказать об этой палетке. Оранжевый цвет, оранжевый оттенок, он не настолько сильно пигментированный. Но, в принципе, неплохой. Палетка достаточно неплохая. Буду ей пользоваться. Она для дневных таких макияжей, по-моему, отлично подходит. Зеленый очень пигментированный оттенок. Коричневый тоже пигментированный. Единственное, что, видите, здесь вот этот светлый. Он не такой прям, он такой немножко светло-горчичного оттенка. И, конечно же, я считаю, что здесь не хватает более еще светлого оттенка, чтобы прямо наносить в уголок глаза. Но, в принципе, вот я нанесла, и его вполне мне хватило. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр, за подписку. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Пока-пока.